Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с альбомом скульптурных произведений в гравюрах с работ русских иностранных воятелей Описание этих работ Издание журнала Всемирная иллюстрация 1892 год Редакция журнала Всемирная иллюстрация Санкт-Петербург Статуя Гермеса, реставрированная Шопе Раскопки в Олимпии открыли одну из прелестнейших статуй Проксителя Статуя Гермеса Гермес изображен нагием Следует традиции, установившейся в греческом искусстве начиная с 4 века Он снял с себя хламиду и бросил ее небрежно на срок дерева Служащий поддержкой для статуй Лицо с вдавленными несколько глазами С маленьким ротом чуть-чуть осенено улыбкой Оно представляет необыкновенно тонкие и красивые черты Положение тела во многом напоминает другая статуя Проксителя и Лазиппа Вся тяжесть тела покоится на одной правой ноге Вследствие чего происходит красивый изгиб туловища В левой руке он держит маленького вака Лицо Гермеса несколько наклонено к ребенку ваку и поражает тонкостью урожения До тех пор почти неизвестной в греческой скульптуре Эта драгоценная находка оказалась однако же очень поврежденной Одна рука правая, так же как и обе ноги, до колена отбиты Реставрация статуи была поручена шапперу, который справился с этой трудной задачей превосходно Реставрация ног не представляла затруднений Положение нижней части их отсутствующей было указано положением самого туловища У шаппера эта нижняя часть вполне гармонирует с верхней Более трудности представляли реставрации ваху От которого осталось только изуродованное туловище и реставрация правой руки По шапперу правая рука была приподнята Она держала кисть винограда, которую Гермес показывает ваху Это положение руки указывало уже ей на подробности фигуры ваха Маленький вах одну руку положил на плечо Гермеса, а другую протянул к винограду Профессор шаппер в этой реставрации руководствовался главным образом знаменитой статуей Гермеса Находящейся в Ватикане в позе фигуры и некоторых подробностях Эта статуя, видимо, навеяна была произведением Проксителя И почти воспроизводит основные черты статуи, открытые в Олимпии Ну, вот такое описание по журналу 1892 года Пока-пока, до свидания